Всем привет! Вы находитесь на канале Алена. И сегодня я расскажу вам, что получила, посылочку получила с семенами. Значит, не буду я ее... Я уже ее открыла, конечно, чтобы было удобней. И расскажу, какие я заказала семена. Ну, во-первых, закажу, скажу откуда. Это семена почтой. Почему я оттуда заказала? Сейчас более подробно. Вот смотрите, вот такие вот семена, вот в таких вот простых упаковочках продаются обычно в магазине. Цена у них в среднем где-то, ну, в районе рубля может быть 2. Здесь вот в таких они уже 4 рубля. Но в прошлом году я купила вот эти вот семена, решила, что он дешево. В таких вот упаковочках я брала в нескольких магазинах, брала в Ашане, брала в Аби, в Касторами. И под конец, так как не хватило, я еще там часть семян докупила в пятерочке. Что могу сказать, чем они меня не устроили? Был такой нюанс. Две грядки у меня семян практически, не практически, вообще не взошли. У меня морковка совсем не вошла. Поэтому пришлось ее сеять гораздо позже сроков. Сажала свеклу. Свекла взошла так редко, что тоже пришлось ее, в общем-то, пикировать из других семян, которые вошли очень хорошо. Поэтому в этот раз уже решила у проверенной фирмы заказать. И пускай я заплачу за пакетик чуть дороже. Ну, надеюсь, что они меня, как всегда, не подвели. И, в общем-то, будет нормальная всхожесть. Значит, что могу сказать? Ну, что я заказала? Заказала я всевозможные семена. Ну, во-первых, кабачки, свекла. Я не буду вам показывать всех, потому что, в общем счете, я заказала достаточно много семян. Количество не знаю, сколько у меня получилось. Но заказ у меня на 800 рублей. Если учесть, что в среднем где-то не дороже 10 рублей, у меня вот пакетик, это самый дорогой, там, по-моему, 12, то сами понимаете, какое количество я семян заказала. То есть, что там можно заказать? Там можно заказать семена всевозможные. Я вот брала кабачок, свеклу. Ну, я сейчас вам так коротко покажу. Огурец изящный. Я его беру неоднократно. Знаете, я сажаю, честно сказать, огурцы всегда нескольких видов. Это у меня еще пошло, у меня и папа, и бабушка, они всегда говорили, они у меня активно сажают всегда огурцы, они всегда говорят, что надо сажать несколько сортов, потому что если для одного сорта что-то не подошло, там мало пчел, там, допустим, очень лето дождливое, не солнечное, он может быть не очень дать хороший урожай, один из трех обязательно даст всегда самый хороший урожай. Вот изящные я беру всегда. Честно сказать, они меня практически никогда не подводили. Урожайность у них хорошая. В общем-то, я взяла огурцы изящные, но, естественно, не один. Что еще взяла? Взяла в этот раз новый попробовать, бабушкин внучок. Я, честно сказать, его еще не пробовала. Это новинку я увидела. Купила еще из новинок вот себе такое балконное чудо. Собираюсь сейчас его посеять. Скажу почему, потому что, в принципе, уже можно, солнце появляется, день уже такой достаточно длинный. Хочу попробовать себе на весну посадить вот такую новиночку, которую я себе прикупила. Это балконное чудо. Немножечко. Так, ну, кабачки, естественно, свекла. Это, в принципе, наверное, не очень интересно. Морковь. А, взяла новый сорт. Сорт называется флагкора. Честно сказать, не сажала. Хочу попробовать. Обычно я сажаю лосину островскую. Мне она очень нравится. Она у меня хорошо, хороший дает урожай. Вот, а такую морковку я не сажала, вот взяла попробовать. Что еще я там увидела интересного? Так, я этот отложила. Свекла. Ну, базилик, естественно. Так, так, чтобы видео не было дико длинное. А, еще вот об одном сорте огурцов, который я всегда сажаю. Это огурец лебела. Я вот специально показываю. Просто, если вы хотите, вы можете это все прочитать. Я беру средне-ранний, обычно два средне-раннего сорта. И один сорт беру совсем ранний. Потом я его вытаскиваю и на него сажаю еще один. Ну, свеклы все такие вот. А, вот смотрите. Редис французский завтрак. Кто не брал, очень советую его взять. Почему? Они такие продолговатые, снизу беленькие. Очень вкусная она получается. Редисочка такая приятная. У нее слегка хрустящая. Пустой практически. Вот сколько я раз сажала, никогда не бывает. Что еще в ней интересного? То, что никогда, ну, вот у меня не было. Да, то есть, ну, сами понимаете, всегда есть исключение из правил. Нету такого, чтобы она вдруг зацвела. То есть, нету такого, не было у меня. Очень хорошая она, знаете, чуть какая-то выросла, ее выдернула. То есть, я ее, честно сказать, даже практически никогда не продергиваю. Ну, огурцы понятно. Балконные отсюда я вам рассказала. Базилик, конечно же. Я пройдусь немножко потом по цветам. Сейчас я дойду, покажу вам еще что. Ну, вот я уже рассказывала про редиску. Французский завтрак очень хороший. Сейчас кабачки, естественно, я взяла. Еще что интересное. Вот смотрите, салат. Он не быстрый, то есть, 65-75 дней. Но получается практически такой, типа, качанчика. Очень красивый, очень хороший. Знаете, такое, листья нежные. Я думаю, что, если вы не пробовали, есть смысл его попробовать. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Ну, моркови, понятно, все. Взяла себе рукулу. Расскажу, почему. Она очень быстрая, и я ее сажаю всегда в теплице. Вот сейчас вот снег растает, появится в апреле такое хорошенькое солнышко. И я посажу ее в теплице до огурцов. То есть, у меня будет зелени достаточная. То есть, она очень вкусная в теплице. Она вообще, знаете, у нее такие листья более крупные по сравнению, чем в других. И она скороспелая. То есть, 20 дней, и потом можно будет как раз сажать огурчики. Ее вырвать и этот. Ну, про морковку это все понятно. Кабачки это все. Значит, это вот то, что с такими семенами. Спешу, простите. И знаю, что не каждый любит длинное видео. Вот столько было семен. Здесь у меня еще есть семена. Хочу цветов. Да. Хочу обратить внимание, знаете, вот нашла у них такой, не пробовала. Аналог хрена. Хочу попробовать посадить. Мне заинтересовал этот вид хрена. Вот я вам покажу картиночку. В общем-то, посажу. Потом, когда буду снимать о своем участке, потому что я часто говорю, что езжу на дачу в деревню, и многие просят мне показать, какая пишут у меня дача. Я весной сначала, потом, может быть, летом, когда там будет все уже плодоносить, сниму несколько видео, чтобы вы могли посмотреть, что же там у меня растет и как оно у меня все устроено. Вот, взяла себе на пробу такой вот. Вот как раз вот в таких вот упаковочках они где-то по 10 рублей. Семена, вот балконное чудо, вот и все. Куча мала, тоже, кстати, хороший очень сорт. Мне нравится он тоже парниковый. Но это и все гибридные сорта, вы сами понимаете. Сейчас в основном гибридные сорта. Значит, что еще взяла? Мне нравится сажать еще вот такую морковку, потому что ее не надо продергивать. Эту грядочку я делаю такая, в общем-то, для себя ленивый. У меня тут два сорта. Естественно, есть один лосинок просто, извиняюсь. Вот. Я люблю, потому что они такие крупненькие гранулки. Их сажаешь, схожесть у них, как правило, очень хорошая. По крайней мере, с этой фирмой я могу сказать, что она как-то не подводила. Взяла салат еще вот такой. Я его, честно сказать, не сажала. В этом году хочу попробовать. Я много разных салатов сажала, но айсберг не сажала ни разу. Вот надо попробовать, потому что у меня дочка его очень любит. Что еще? Взяла очень много разных сортов, цветов. У меня на даче растут, естественно. Скоро их буду сажать на рассаду. Это циния, петуния. Сейчас я вам быстренько покажу из тех, что известные. Такие достаточно. Георгин взяла. Что еще? Ну, гвоздику. Очень мне понравилась такая основа. Видите, какая-то необычная. Люблю миксы, потому что всегда интересно наблюдать, когда они распустятся и какие они все-таки будут. Ну, бархатца, естественно. Вот такую петунию красивая. Взяла необычную лимонную. Посмотрите, какая она будет. В общем-то, поэтому, естественно, обязательно в конце сниму видеоотчет о том, что же из этого выросло и что получилось. Правда, набрала больше, чем могу, наверное, посадить. Что-то посажу, наверное, что-то нет. Вот такие бархатцы. Взяла астру фиолетовую. Фиолетовую. Цинью тоже фиолетовую. Ну, петунии две таких у меня было. Маргаретки взяла. Посмотрите, какие они должны быть красивые. Надеюсь, что все-таки получится все. И вот такие вот бархатцы. Значит, что взяла из того, что никогда не сажала? А, ну вот еще дурман. Так, вот взяла дурман. А, теперь что, то, что никогда не сажала и что хочу попробовать из цветов. Значит, заинтересовала меня аквилегия вот такая вот. Что здесь на них написано? То есть, я вам дам возможность почитать. То есть, оно должно быть достаточно большое, 80 сантиметров. И цвета, ну, не знаю, как они цветут, сколько они цветут. В общем-то, буду экспериментировать. Взяла вот такой вот. Никогда не сажала лобелию. Кстати говоря, если кто-то мне напишет в комментариях, как за ними лучше ухаживать, и сажали вы или не сажали, как они цветут, мне бы, конечно, было бы очень интересно, потому что те рекламные ролики, я уже обратила внимание, которые есть, как правило, в интернете, все-таки они, ну, реклама есть реклама, понимаете? Там часто очень многие преувеличивают, и подводных камней никто тебе не скажет. Вот здесь вот совсем другая история, когда пишет тот человек, который на самом деле уже ухаживал, знал, сажал, где лучше, как лучше, и всевозможные нюансы. Значит, что еще? Вот этот многолетник я взяла попробовать. Это однолетник. Это, а, покажу, да, извините, забыла. Показать. То есть, я вам дам возможность, кому будет интересно, вы сможете это прочитать, непосредственно поставите на пазу, прочитаете. Значит, из однолетников. Пиановидный. Посмотрите, он на самом деле похож на пион. Меня очень заинтересовал этот сорт. Я очень хочу его посадить. Посмотрите, оно получается тоже достаточно высокое, 80 сантиметров. И, в общем-то, шары, такие вот цветы, должны быть в диаметре 10 сантиметров. Я думаю, что это очень должно быть красиво. Из однолетников еще. А вообще все, у меня осталось два однолетника. Вот такой мимулюс взяла. Понравились тоже мне цветы, заинтересовало. Но они уже не такие высокие. В общем-то, всего 30 сантиметров. Но все равно мне очень захотелось посмотреть. Потому что, в основном, я на даче сажаю, как правило, петунии, бархатцы. И у меня растут... А, нет, еще из однолетников сажаю, естественно, гвоздику и цинью. Вот в этот раз решила попробовать. Ну, еще не знаю, честно сказать, что из них посажу. Вот такой вот еще. Тоже невысокий. Ну, это вот по цветам. Что еще могу сказать? Там есть очень интересные удобрения всевозможные. Ну, они не столько удобрений, знаете, сколько от всевозможных вредителей. Я купила себе... Единственное, что там заказала, это медный купорос. Я вот им пользуюсь. Я обрабатываю им теплицу. То есть у меня теплица, она, знаете, сделана из поликарбоната. И все-таки я предпочитаю поликарбонат обработать для того, чтобы не было никакой заразы. Вот единственное, чем я из таких вот обработок, я пользуюсь. У меня он всегда есть в запасе. Вот медный купорос. Ну, плохо тут видно, конечно, антисептическое средство. Вот насчет грибковых заболеваний могу сказать точно, что очень хорошо борется с грибковыми заболеваниями. Ну, по крайней мере, с теми, которые непосредственно распространены в той местности, где живу я. Цена у них тоже там достаточно недорогая. Сейчас я вам скажу. Вот смотрите, 100 грамм стоит 46 рублей. Вот единственное, что я, конечно, там заказала. Все остальное из химии я там, химикатов, я там, конечно, никаких не заказываю. Вот получила такую посылочку. Очень рада. Уже начну сеять огурцы. И потом буду со временем вам давать отчет, что же я, как у меня растет. И, естественно, по вашим просьбам сниму обязательно видео о даче, о своих весенних посадках. И потом тоже, что у меня выросло. На этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Алена. И смотрели посылку с семенами. До новых встреч. Заходите на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»!